здравствуйте друзья добрый вечер 8 часов вечера вторник и надо сказать что то я как в пословице укатали сивку крутые горки значит мне досталось сегодня 5 часов у доски простоял до трех часов потом с трех до четырех записывал одно интервью потом четырем часам пришел человек записали другое интервью потом резюме женщине сваргану потом онлайновый урок начался но я уже частью уже не я вел жанна у нас есть преподавать вот жанна она проект ведет с ними и вот это было в 6 часов ночи с 6 до 7 там 15 я немножко так пришел себя перекусил с там ребятами поговорил там какой-то народ был вот и запустил видео запись вебинар у нас вебинары проходит в таком софтвере называется go to вебинар и он записывает этот вебинар то есть то что на экране и голос преподавателя вот это все записывается надо было запустить чтобы там получилось видео и вот тебе домой можно идти к 8 часов как-то башку снесло даже я толком там email не проверял и скайпе не посмотрел что такое и на ютюбе не проверил что люди пишут вообще жизнь такая странная сегодня еще и насморк слушайте насморк это абсолютно ненужная вещь чего насморк даже я не знаю вроде так не холодный не простужался ним не могу сказать но в целом носом шмыгаю и даже вот когда интервью с ребятами записывал так пару раз чихнул вот как как жить после этого так вот блогер с насморка вы можете представить вообще мой интенсив хорошо что еще у нас интересного задумался пока с вами разговариваю что интересного так все обычненько у нас на днях компания тут одна придется интервью рот ребят если вы помните у нас была такая студентка по имени и в это она же у нас преподавала некоторое время и сейчас она там менеджером по моему стала каким-то начальником и и в это увлекалась вот этим google глаз который так вроде не пошел у них проект и у нее была мысль такая что вообще вся тенденция в развитии программного обеспечения вот она в эту сторону движется и она хотела курс делать по этому google глазу там но так все это умерло в тот момент вот это агмента триалл но постольку поскольку у нее такая страсть к этому делу она сейчас работает в компании которые этим занимаются и придет набирать интернов практикантов вот именно вот на вот это вот агмента триалл эти такая интересная фишечка так что я же говорил простудился вот значит добралась это агмента триалл эти и до нас посмотрим ей нужно три человека будет разговаривать с десятью у меня есть знаете есть люди такие учатся которые в претензии что на интервью посылают не только вне его одного а сразу группу людей дальше что такое не дают возможности компании меня взять там дает им сервис какой-то выбор и то есть как бы не ставится вопрос а чё это я вот куда не пойду там всем проигрываю может я позаниматься как-то или там приподняться может там подготовиться лучше вот такая мысль они приходят а они в претензии агент но где же мой интерншип мг так вот и шла и всем интервью было могут но там же не по-честному там же другие люди тоже были не только я вот так что как ни странно это звучит но я с таким разговором сталкивался не однократно не то что каждый второй так говорит но но в общем это не такая нередкая мыслишка не нередко те два интервью которые я сегодня записал в четыре там и в три и в четыре я не буду сегодня вывешивать у меня сил нет честно я устал и так получилось бы что я приеду домой и должен был бы там монтировать и все такое я оставлю на завтра и уже завтра сделаю вот а сегодня мы ограничимся тем что есть вот и вот этот разговор который я сейчас записываю будет на сегодня последний ну что же мы мы вышли из сезона подачи заявок на грин карту да там насколько я помню 3-го числа заканчивалась да вот и дай бог чтоб не отменили а то все это отменим отменим дай бог чтоб не отменили и через год еще можно было бы сыграть и дай бог чтобы ребята которые заполняли сейчас заявки чтобы у них все хорошо получилось когда мы понимаем что все выиграть не могут значит но те кому на роду написано начать и выиграют а кто нет где нет вот ну а мы как бы продолжаем делать наши сюжеты рассказывать о жизни и я хочу сказать что самые лучшие наши сюжеты вот как которые я считаю самыми ударными они происходят от того что задаются хорошие вопросы и когда есть хороший вопрос конечно есть где плечу разудиться и чё-нибудь такое ну сформулировать так скажем потому что когда такая обычная бытовуха идет соответственно нет такого куражу что еще книжка наша я вот все ожидал получить там обещали нам несколько недель две недели назад что будет уже пилотный экземпляр и мне его прислали в файле но там так получилось знаете ну как бы полиграфические какие-то свои специфические штучки что там образовалось несколько свободных страниц а оставлять пустые страницы там как бы не не хорошо вот там где главки заканчиваются ну в общем кончилось тем что сказали давайте там еще несколько фотографий вставим тут ставим там и вот пошла еще раз вот эта работа поэтому я очень очень рассчитываю что скоро все закончится я от себя попросил там добавить имена редактора и корректора у нас работали люди из минска значит одна женщина редактировала другая корректировала это большая работа на самом деле вот и я им очень признателен иначе бы не получился вот тут текст который можно значит распечатывать в виде файла тоже так далее и я очень надеюсь что ближайшие несколько там дней мы таки получим этот пилотный экземпляр и дальше уже надо будет вычитать чтоб так для порядка и начнем книжечку распечатывать так что очень хочется верить что до до нового года мы уже свой тираж там небольшой получим я не знаю сколько я не знаю сколько копии заказывать честно то есть я думал сотни-две там книжка большая еще тоже знаете она не маленькая я думал сотни-две и так значит их там по знакомым там туда-сюда ну и чтобы лежало там не знаю пол сотни на будущее а дальше мне говорят ребята что так не получится что нужно больше и в общем из разных городов вдруг знакомые говорят а нам вот там сюда сколько-то и туда сколько-то и в общем так довольно интересно получается в общем не знаю ну поскольку никакого списка такого знаете где там заявки принимают вот у меня нет поэтому я даже не знаю наверно так и сделаю две сотни а нужно будет там еще две допечатаем там три допечатать сама полиграфия на самом деле не такая дорогая вот подготовительная работа стоит денег я уже не говорю там про мою работу это допустим я бесплатно там на общественных началах но в общем производство книжки ну не безумно затратное конечно но в общем стоит денег вот такой элемент я просто когда-то уже говорил про книжку и все ждал что сейчас будет и мне иногда напоминают плюс в викторине нашей в конкурсе на вот на видео посвященный канал тоже говорили что будет книжка сегодня сегодня у нас по моему всего пять видео есть я что-то смотрю так нет энтузиазма в массах производить видео ну ну в принципе мы до конца ноября то есть у нас еще четыре недели есть я думаю может быть там что-то еще появится у нас было 30 видео два года назад когда на канале было всего 20 тысяч подписчиков то есть у нас у нас было 30 видео сейчас нас четыре раза больше и как-то не вижу массовости ну ну может быть действительно момент такой я не знаю с лотереей или просто как бы призы эти никому не нужны я это не считаю что это из-за призов то есть я думаю если человеку хочется самовыразиться и он так как то вот сам выражается приз это так символическая какая-то фишечка я не вижу там в нем никакой ценности там что книжка что флаг там книжку в конце концов можно там будет заказать на амазоне там за 30 ну то есть не то что там какая-то ценность большая ну что друзья я приехал и с вами прощаюсь до скорых встреч м м м м м м м Продолжение следует...